По данным Федеральной службы российской статистики, около 40 тысяч россиянок впервые стали матерями задолго до совершеннолетия, в 15 лет. Еще около 2 миллионов новоявленных матерей родили ребенка в период с 15 до 18 лет. Если девочка обращается в женскую консультацию с намерением сделать аборт или стать на учет, врач обязан об этом сообщить про охранительные органы. Что не на руку молодому отцу, ведь, как многим известно, за половые отношения с несовершеннолетней может грозить уголовная ответственность. Тем не менее, юные родители пополняют отрицательную статистику. Так, в Владивостоке сейчас Следственный комитет проводит две проверки по факту вступления в половую связь с девушками, не достигшими 16 лет. Они обе беременны. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление лиц, вступивших в преступные отношения с несовершеннолетними. Если будет установлено, что вступившие в отношения лица достигли возраста 18 лет, то их ждет ответственность за совершение преступления, предусмотренного статьей 134 УКР. А это до четырех лет лишения свободы. Ведь даже если связь происходит по обоюдному согласию, тем не менее, эти действия считаются преступными и общественно опасными, поскольку речь идет о детях, физическое и психологическое развитие которых не завершено. По словам специалистов, таких преступлений довольно много. Как правило, об этом становится известно при наступлении беременности или обращении в медучреждение. Но есть и исключения. Так, в 2014 году в одном из городов Приморья обвиняемый вступил в половую связь по обоюдному согласию с 13-летней соседкой. Он был застигнут на месте сотрудниками полиции, поскольку в ту ночь малолетняя не пришла домой ночевать. И были организованы ее поиски. Мужчина осужден на три года лишения свободы с отбыванием наказания колонии общего режима. В интернете такие темы особо обсуждаемы. Многие стремятся высказать свое мнение о раннем взрослении. Сейчас только женщин не могут родить. Этим, возможно, повезло, что мамами стали. В советские времена не было половой распущенности в таких масштабах, как сейчас. И уж тем более никто нормально на это не смотрел. Очень, конечно, странно со стороны врачей обращаться в следственный комитет. А как же врачебная тайна? И куда теперь девочкам идти к бабкам-повитухам? Потому что парней могут посадить независимо от их дальнейших планов на семью, даже если там мега-любовь. А между тем, согласно статистике, несознательных матерей среди тех, кто родил в столь юном возрасте, значительно меньше, чем среди тех девушек, кто решился на этот серьезный шаг, достигнув совершеннолетия. Алина Черненко, Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом. Дмитрий Сухоруков. Новости на восьмом.